Здравствуйте! Вы смотрите программу «Специалисты о первичке» в студии Наталья Бабенко. У нас в гостях сегодня Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость». И сегодня мы поговорим о недорогом жилье в ближайших пригородах Петербурга. Ольга, о каких районах сегодня пойдет речь? О таких районах, как Петродворцовый, Пушкинский, Курортный район. Где сосредоточены основные новостройки в этих районах? Ну, основное, наверное, предложение, если говорить о достаточно доступном предложении, то сейчас это представлен Пушкинский район, такая зона, как Шушары, активно застраивается многоквартирным жильем. Предложения там разнообразные, различные типы квартир, но достаточно доступные по цене. Есть предложения из студии, однокомнатных квартир. Но другие районы представлены менее широкой линейкой объектов, тем не менее, тоже есть выбор. Какова цена в этих районах? На сегодняшний день средняя цена предложения в Пушкинском районе порядка 77 тысяч за квадратный метр. Это средняя цена предложения. Если говорить о зоне Шушары, конкретно развивающейся активно сейчас с предложением, то там даже средняя цена ниже, потому что если весь Пушкинский район, все-таки есть еще там и малоэтажные проекты, и близ, тяготеющие к Пушкину. А в Шуарах эта цена даже несколько ниже, порядка 68 за квадратный метр, потому что есть разнообразные предложения. Есть где цена чуть выше, чуть ниже. Там строит также компания Дальпетерстрой, у которой цены несколько ниже рыночных. Есть еще Ленсоветовские территории, которые представлены единичными там объектами, тоже там строится недорогое жилье. Если говорить о Петродворцовом и курортном районе, Петродворцовом районе сегодня среднется на порядка 70 тысяч также. Там несколько объектов, которые представляют массовый сегмент, активно застраивающийся вдоль Ропшинского шоссе, Петерговского шоссе. Это территория Краснозорья, если я не ошибаюсь, развиваются они в малоэтажном, в среднеэтажном сегменте. Предложения есть как уже построенных, то есть корпуса и строящееся жилье. Ну а если говорить о курортном районе, все-таки там район преобладает жилье более высокого уровня, развивается малоэтажное строительство, индивидуальное строительство. Но есть и квартирные предложения, в частности, в городе Сестрорецк, Зеленогорске. Многие объекты этого уровня комфорт. Но есть единичные какие-то объекты по предложению, соответствующие, достаточно интересные по цене. А средний уровень цены, конечно же, выше, чем в Пушкинском и Петродворцовом. И средняя базовая цена порядка 90 тысяч за квадратный метр. Есть ли какие-то новые проекты, которые будут выведены в ближайшее время в этих районах? В ближайшее время, если говорить о активно развивающем Пушкинском районе, то есть перспективные территории, которые очень интересны. И появятся новые проекты, интересные как по цене, так и по своей концепции. В частности, зона Пушкинского, Пулковского-Волхонского пересечения. Там есть масштабные территории под развитие, в частности, территории Планета Града. И вот компания «Сэтал Сити» будет, возможно, в этом уже году запускать новый проект, мало среднеэтажный, с интересным предложением по цене. Пока не могу сориентировать. Но вот проект масштабный, с инфраструктурой, с архитектурной составляющей интересной. Есть еще ряд территорий, которые в ближайшее время заявляются. Но пока не могу сказать, будут ли они именно в этом году развиваться. Скорее всего, это уже следующие годы. Плюс есть какие-то точечные объекты в зоне Пушкина. Это, наверное, более такой уровень комфорт-класса. Есть, если говорить о Петродворцовом, это строящийся объект, который уже сейчас строится. Пока говорить о каких-то масштабных проектах не приходится. Это, наверное, более сопряженная территория рядом. Ну, это Красносельский район, я подчеркивала, что там новые проекты тоже появятся. Новосергиево, который граничит с Петродворцовым. Ну, а в самом Петродворцовом вот сейчас основное предложение, интересное по цене, это вот зона Ропшинского и Терговского шоссе. Самое интересное предложение в Шушарах. Как там обстоят дела с социальной инфраструктурой, транспортной доступностью? Ну, вот за последнее время были вопросы тоже у жителей. И не секрет, что есть проблемы некие, которые, опять же, совместно застройщики решают. Это недостаток инфраструктуры социальной, активное застроительство. Да, но вот не успевали, да, построить там социальные инфраструктуры. Поэтому сейчас-то там эти исправляются до момента. Есть определенные проекты там социальной инфраструктуры, в частности, которые должны появиться. Ну, а по транспортной ситуации, в принципе, как и везде, безусловно, зона активно застраивается. Есть сложности, но решение их просто постепенно улучшение транспортных там магистралей, строительства, реконструкции. Вот, пока в таком ключе. Сестрорецк тоже развивается. Он также интересен покупателям. Все-таки локация находится довольно-таки далеко от города, от Петербурга. Ну, это такая уже стереотип курортной зоны, да. Ну, в принципе, имея автомобиль, многие выбирают эту территорию, да, то есть для проживания. Ну, может быть, кто-то улучшает условия, живя там, да, в этом районе, либо, в принципе, северные районы, кто прилегают, да, к границам этого района, тоже могут рассматривать. Потому что, в принципе, точечные объекты некоторые, они по цене, ну, рядом с ценой, как в городе, в районах спальных города Санкт-Петербурга. Вот, но предложение там ограничено все-таки. Каких-то масштабных проектов ожидать не стоит? Ну, в ближайшее время, я думаю, нет. Там есть, безусловно, там территории, которые планируются к развитию как намовные территории, но это не ближайшего времени вопрос, да, появление конкретно в предложении. А каковы рейтинги этих районов в списках всех районов города, насколько они привлекательны для покупателей по спросу? Я бы отметила, наверное, Пушкинский район, потому что в связи с его перспективностью развития, и он граничит Пушкинский район и с Московским районом, это вот зона Пулковского, Олхонского, рядом с городом, с городом именно с обжитой частью, есть интересные проекты, в ближайшее время будут появляться, поэтому я думаю, что этот район будет несколько увеличить свою долю в спросе. Вот, пока все-таки основной спрос локализовался в определенных территориях, но с появлением масштабных проектов доля несколько увеличится. А по цене будет ли расти цена в этих районах? Будут ли они перемещаться? Пока район имеет преимущество по определенным территориям по цене, то есть интересная цена, и новые проекты крупномасштабные, они удержат эту цену и будут привлекательными по цене, в связи с тем, что новое строительство, это первая очередь строительство, по цене они всегда привлекательные, вот, и в частности на масштабных территориях, там, от Пулковска, Олхонска, где будут запускаться новые проекты, вот, в первую очередь они будут привлекательны. Спасибо за беседу. Напомню, в нашей студии была Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра Петербургской недвижимости.